так друзья всем привет наконец настал тот день день от качки меда 7 утра все уже в сборе все почти подготовлено распален дымари сейчас пойдем отбирать рамки сейчас мы первый этап отбираем рамки и несем наш так сказать место для откачки цехом назвать это сложно но то что смогли организовали сейчас увидите как мы все это сделали ставлю камеру да кстати ребят две руки с кронштейнами вот так вот отбирается так этап 2 распечатка есть у нас вот вот такой стол незаменимая вещь куча приспособлений ножей штуки 4 культиваторы то есть у каждого распечатывальщика свое приспособление кому как удобно он юля культиватором кузина распечатывает модель 2 вот такой распечатка вот такой стол вот так у нас фильтра стоят сразу стекает все в баку будет у нас электропривод марина вот качает он там на 3 мед вот уже тут фасуется то есть никто без дела не стоит а мы с соседом ходим отбираем жопам ой попом мыли так сказать вот еще осталось 4 ну просто я уже сказал удобно метагонка на ножках тоже очень удобно сразу сливаем то есть где-то высота приблизительно 50 60 сантиметров но вот это вот неудобно вот это не годится то есть мы одного человека потеряли который стоит масла и два человека на распечатки распечатывают распечатывать успевает но вот масла на медагонке это не айс то есть нужен электропривод или автомат что будем стремиться к этому вот как у нас ложится мед все как положено горочкой а ну сосед давай 120 оборотов вот так вот красивенько ребят ну во всем организационном процессе нас останавливает больше всего медагонка потому что носим рамки быстро распечатываем быстро а вот откачка стопорит в очередь с рамконосом заказывайте автоматическую совет от специалиста постоянно участник наших выставок марина вот у нас сколько распечаток разных вот смотрите как удобен стол то есть у нас стол взяли с плоской корзиной потому что понимали что до заброс нам носить недалеко у там у нас заброс будет вот но зато все полезное пространство у нас занято рамками и отсюда тоже сливаем мед сразу в кубик чтобы потом быстро по фасовать так ну шо мы на этапе фасовки юля вот так вот аккуратненько сует мед почти заканчиваем откачку рамконоса не выдерживает уже два поломалась вон то есть меда много порадовали от водки руки еще у всех на месте вот уже по фасовали тут литров 20 но еще думаю литров 80 процессе у нас тут вот тут 20 медагонки полная медагонка быстро забивается фильтра хорошо что взяли 3 ну в общем то фасуем а теперь пойдем организовывать поилку для пчел потому что рамки поставили в корпусах им на сушку и надо обязательно им организовать обильную поилку потому что пчелы употребляют очень много воды ну то есть используют поэтому сейчас поставим хорошие поилочки а потом поставим вот такие вот полосочки тауфлу то есть сразу после ткачки ставим полоски и потом поставим еще возможно варафул посмотрим по погоде так ну вот наши поилочки подготовлены сейчас отнесем поставим на два тачка а вот поилки уже готовы поставлены чуть-чуть разлил неаккуратно ну не страшно пчелки уже тут унюхали летают некоторые всегда было интересно почему не переливается ну банальная физика видите то есть сосуд наполнился и дальше водичка не переливается поставили магазины на сушку сейчас проставим полоски то есть так оно не будет потому что ну это не порядок и может начаться напад вот сейчас проставим полоски тауфлу а потом поставим магазины на сушку и снимем где-то через недельку две посмотрим по свободе ну вот вот такое происходит на пасеке при откачке вернее при сушке все открыто бардак полнейший ладно пойдем ставить полоски так ну что твое мнение мне очень нравится работать культиваторам кузина когда просто идеальные рамки вот как это да когда рамочка ровная да рамка ровная все легко легко и просто как по маслу смотри идеально главное угол хорошо настроить да по тебе правильно настроить угол с помощью болтика вот тут есть болтики и вот так вот распечатывается ссылочка будет в описании под этим видео где купить да кардиотор кузина модель м2 так ну вот распечатка закончилась откачка закончилась вот смотрите стол получается вот такая у нас штучка а ну подыми корзину чуть-чуть вот там есть немножко еще мёда стекает но основная масса забруса осталась вот на этой плоской корзине так ну вот красота такая сейчас главные щитоводы подбивают подбивают общее количество сколько бабушка 102 литра 102 литра с 11 ульев но 11 ульев это с раями с отводками то есть 4 зимовалые семьи у нас вышло делали мы отводки ловили раи то есть у нас с 4 семей 4 отводка и 3 роя то есть с 11 ульев 4 зимовалые семьи 102 литра мёда взяли но мы в принципе довольны считывая что это наша первая серьезная ткачка вот ну откачать мёд то мы откачали но надо же его монетизировать превратить мёд то есть в деньги наш совет для начинающих пчеловодов все ваши клиенты находятся у вас в вашем телефоне как минимум 100 килограмм продать нам будет не тяжело правда то есть вот такой вот отдел продаж у нас работает все сидит продает мёд там же ну ладно будем завершать нашу очередную серию подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до скорой встречи пока пока